Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Смотрите в информационном выпуске. Реализация проекта в госкорпорации 2017 стартовала. С одной стороны и с другой стороны. Мастер-класс для девятиклассников второй школы. Сводка криминальных новостей за минувшую неделю. Знак дорожной работы чинит здесь дорогу кто-то. Дошкольникам напомнили правила дорожного движения. Это азот и углерод для диагностики кардиологических и неврологических заболеваний. Центр ядерной медицины Снежинска начал поставку радиофарм препаратов для ПЭД-диагностики. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленске состоялась церемония награждения государственными наградами Российской Федерации. Среди 15 лучших преподаватели, врачи, художники, спортсмены и представители рабочих профессий. Почетные грамоты, благодарственные письма президента России и награды Смоленской области им вручил губернатор. Уже не первый год в городах расположения объектов атомной отрасли реализуются совместные социальные проекты госкорпорации «Росатом» и муниципалитетов этих районов. 20 мая в администрации Десногорска собралась рабочая группа по реализации социальных проектов в 2017 году. Докладчиком выступил глава муниципального образования город Десногорск Андрей Шубин. Целью формирования и реализации данных проектов направлена на улучшение социального климата и формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования города Десногорска. Он сообщил рабочей группе о составе комитета, который будет заниматься работой над проектами. От муниципалитета в группу вошел сам глава, его заместитель по социальным вопросам Александр Новиков, председатель комитета по образованию Рима Овечкина и председатель комитета по культуре Инна Михайлова. Госкорпорацию будет представлять заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий. И от общественного совета в комитет вошел Владимир Исаев. Разработаны четыре основных проекта. Это «Территория культуры», «Лучшая муниципальная практика», «Гражданин страны Росатом» и проект «Слава Созидателям». По всем направлениям разработана дорожная карта, в которой определены методы реализации проектов, закреплены кураторы, сформированы рабочие группы, разработаны конкурсные положения. Наиболее активные участники конкурса пройдут в колонии на главном празднике нашего города и будут торжественно награждены у памятника первостроителям. Многострадальная Смоленская земля каждую весну выталкивает из себя боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На этот раз два снаряда были найдены в селе Пречистое Духовщинского района, две мины в деревне Петрово и одна граната в деревне Павловка Рославльского района. Скоро закончится еще один учебный год, но уже сейчас перед выпускниками стоит вопрос выбора и профессионального самоопределения. Чтобы помочь ребятам во всех образовательных учреждениях Десногорска прошли традиционные встречи в рамках профориентационной работы. Нашей съемочной группе удалось побывать во второй школе на мастер-классах для девятиклассников. Подробности далее. В гости к школьникам пришли педагоги и студенты Десногорского энергетического колледжа. Они рассказали о тех специальностях, по которым будет осуществляться набор в следующем учебном году и провели для ребят мастер-классы по четырем направлениям. Это лэд-технологии, современные технологии, электромонтаж, также поварское направление – это карвинг, а также лаборант химического анализа. Мальчишек, конечно же, заинтересовал электромонтаж и современные технологии, а девчата присматривались к профессиям технолога и лаборанта. Сейчас сложно определить, какой выбор сделали ребята. Возможно, кто-то продолжит обучение в школе, а кто-то с первого сентября пойдет получать профессию. В любом случае, впереди еще выпускные экзамены. Смоленский краевед Сергей Семенов передал в дар областному музею Великой Отечественной войны особо ценный экспонат – орден Британской империи, который принадлежал уроженцу Смоленска, гвардии подполковнику Михаилу Ермолаеву. Примечательно, что советские ордена и медали Ермолаева до этого времени уже находились в музее. Теперь коллекция хранилища пополнилась еще одним уникальным экспонатом. В связи с празднованием 72-й годовщины Великой Победы Министерство здравоохранения Российской Федерации опубликовало серию плакатов о подвигах медиков в годы войны. За это время погибли или пропали без вести более 85 тысяч медиков. Смертность медработников была на втором месте после гибели на полях сражений бойцов стрелковых подразделений. А средняя продолжительность жизни санинструктора на передовой в 41-м году составляла 40 секунд. О криминальной обстановке в Десногорске на минувшей неделе расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 110 сообщений о происшествиях. Из них три сообщения о преступлении. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 125 административных правонарушений, в том числе 99 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 17 человек. С 1 июня на Смоленщине открывается купальный сезон. К этому времени будут готовы 46 пляжей. Сейчас водолазы пожарно-спасательного центра ведут обследование и очистку дна прибрежных акваторий пляжей. Семь уже исследованы. На следующей неделе проверят еще четыре пляжа. Весна и лето – самое насыщенное время для детей. Игры в мяч, велосипед, самокаты-ролики, а также прогулки на улице. Именно в этот период, как считают воспитатели детского сада «Лесная сказка», необходимо чаще напоминать детям о правилах дорожного движения. Вместе с сотрудниками Десногорской автошколы воспитатели детского сада «Лесная сказка» организовали и провели для воспитанников мероприятие «Нам дорога станет другом». В игровой форме ребятам напомнили правила и знаки дорожного движения, закрепили пройденный материал в процессе подвижных игр. Такие тематические занятия в детском саду организуются регулярно. Проводятся экскурсии по городу и беседы со специалистами. Мы с ребятками изучаем дорожные знаки, сигналы светофора, как правильно себя вести в общественном транспорте, переходя улицу и вообще играя, гуляя на улицах во дворах нашего города. Укрепляя, изучая дорожное движение, мы ребяткам сохраняем жизнь. А это значит, что у нас в городе воспитывается грамотное положительное поколение. Надо слушаться светофором и всех дорожных знаков. Я правильно принесу вас в основе. Мне понравилась игра светофора. Рады, что вы спасли всех нас. Мы говорим спасибо, ждем гости снова вас. Смоленск встречает детский киномай. Девятая благотворительная кинонеделя пройдет с 12 по 16 мая. В программу кинопоказов вошли 29 полнометражных картин, короткометражные фильмы победителей различных конкурсов и мультфильмы. Отметим, что кинонеделя проводится при поддержке администрации области и лично губернатора Алексея Островского. И в заключении новости Росатома. Технологии ядерной медицины стали доступнее. Челябинский центр позитронной эмиссионной томографии теперь может принять в два раза больше пациентов. Это стало возможным благодаря производству и поставке радиофарм препаратов в Челябинский онкодиспансер из Центра ядерной медицины корпорации Росатом, расположенном в городе Снежинск. Работа Центра позитронной эмиссионной томографии в Челябинске расписана по минутам. С восьми утра до четырех вечера здесь проводят самую информативную и высокотехнологичную диагностику онкологических заболеваний. В организм человека вводят абсолютно безопасное радиоактивное вещество. Оно скапливается в области опухоли и метастаз, делая их видимыми при сканировании. Период полураспада радиофарм препаратов чуть менее двух часов, а поэтому прием пациентов ведется очень быстро. Плачок разожмите, подпишмите, хорошо, выходим отсюда. С недавнего времени специалисты Центра перешли на работу в две смены. Филиал компании Росатом Хеллскея, ООО «Ядерные медицинские технологии Снежинск» начал поставлять в онкодиспансер дополнительные порции радиофарм препаратов. Ну, во-первых, увеличился поток пациентов, это самое главное. Кроме этого, у нас ранние потоки пациентов появились, и доктор уже, когда приходит на описание этих пациентов, он, как говорится, со свежей ранней головой начинает их описывать, и производительность, в общем-то, работы у доктора, она повысилась. «Ядерные медицинские технологии Снежинск» – это комплексный проект госкорпорации Росатом в сфере ядерной медицины. Он включает в себя всю цепочку собственных технологий и услуг российских атомщиков. На данный момент на предприятии успешно освоено производство изотопов для ПЭД-диагностики, но это, по мнению специалистов, лишь первый этап развития Центра. Цикватрон, технология оборудования позволяет, и мы планируем это и планировали изначально, начать производство там ультракороткоживущих изотопов, азоту-углерод для диагностики кардиологических и неврологических заболеваний. Вот это в России действительно практически нет. Это был бы прорыв очень важный. Это планы на будущее. Ну а пока Снежинские изотопы готовят для поставки в соседние регионы в радиусе 300 километров. Эксперты считают, что это реально, даже с учетом короткого периода полураспада радиофармпрепаратов. Главное – обеспечить логистику. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Благодарю вас за внимание и желаю хороших выходных. До свидания.